И последний финал, там столько историй было забавных, я в процессе матча расскажу одну из них. Я думаю, те, кто смотрел тогда нашу трансляцию с Джемом, запомнили и повеселились там на славу. Ну а мы потихоньку переходим, наверное, к пика банам, потому что забанено уже огромное количество героев. Информанс взяли себе Бэйна и Омни Найта. Скорее всего, Омни Найт сложный у Бэйн саппорт, ну и Элдер Титан с Шадоу Демоном. Это связка саппортов для SG Sports. Бэйна и Омни Найт довольно часто появляются как в пабликах, так и в драфтах у профессиональных команд, у тир-один команд. Бэйн — это герой, который может, знаешь, быть соло-позиции, вот пятеркой, но при этом носить массу импакта. Это слишком сильный, вот как по мне, герой для пятой позиции. Обычно ты ждешь на пятую позицию, кого-то поставил траст, он медленный, да, у него куча своих минусов есть. У Бэйна минусов почти нет. Статы, мов-спит, с руки бьет больно, скиллы полезные, то есть он очень серьезный в начале и потом. Очень удобный саппорт в этом плане. Есть также Омник, неоднозначный к позиции герой. Может как в оффлэйн пойти, так и быть, допустим, четверкой. Ну, скорее всего, в данном случае в оффлэйн пойдет. Да, я тоже так думаю. Четверку я, на самом деле, очень давно у меня на это не видел. Все-таки герой, который нуждается в большом количестве опыта, чем быстрее он получит нужные уровни, тем полезнее он просто будет на протяжении всей игры. Но тот самый Shadow Shaman, которого ты упомянула, его нет. Это довольно удивительно. Сейчас все абсолютно регионы пикают его постоянно. Shadow Shaman, по-моему, топ-1 саппорт по количеству игр вообще, по крайней мере, за последние месяца-полтора из саппортов имеется в виду. И винрейт у него достаточно неплохой. Ну, заслужил герой, у него слишком много всего. Это и два дизейбла, и хороший нюк, и ультимейт сумасшедший, который что в начале игры, что в мидгейме, что в лейте всегда актуален, когда третьи рошаны появляются с рефрешами и так далее. То есть Shadow Shaman, то, что его не взяли сейчас, я довольно удивлен, но я думаю, это не первая карта, поэтому он точно сегодня появится. Ну, действительно, вот был какой-то период, когда Раста была не особо-таки популярной, и ее влюбились буквально где-то год назад. Влюбились и не отпускают. Потому что объективно набираются какие-то активные герои сноуболища, и среди них зачастую не находятся героя, который бы убил здание. И поэтому крайне удобно взять шамана с его змеями. Это саппорт, ничего не помешает, еще дизейбла есть, на линии хорошо стоит, первый нюк вообще сумасшедший. Действительно, почему бы его не взять? И вот в качестве, да, подкрепления, скажем так, для распуша всегда его берут. Но в данном случае ни Инфэнус, ни Изджи его себе не забирают. Потому что вот мы видим Найт Сталкера, скорее всего, это четвертая позиция. Ну, а Титаны, ШД, понятное дело, два саппорта. Да, остается три кора добрать бразильцам. Ну, вот эти ребята зачастую, кстати, на саппорта берут себе Пуджа. Чуть ли не первым пиком, они в двух финалах подряд его брали, причем не по одной карте. По-моему, по две карты в каждом финале я его видел. Если в одном он выиграл две карты, то во втором 1-1 у вас статистика была, что-то в этом духе. Ну, то есть Пуджа берут, Пудж реально у них работает. Да, иногда там какие-то неуклюжие хуки, но кто ими не промахивался в нашей жизни. Поэтому ничего удивительного, но зато насколько этот персонаж может перевернуть одним лишь своим хуком плюс ультом драку и просто начать ее в большинстве там с хайграунда, это всегда полезно. И уверен, что у SG он появится сегодня, не сейчас, ну, может быть, позже. Последний финал они проиграли, 3-1, соответственно, сейчас нужно сыграть наверняка. И самое главное, что это мейджор турнир, и он гораздо серьезнее котируется, чем минор, поэтому здесь, я думаю, SG будут играть на все 100%. Но вот Абадон мне абсолютно не нравится как таковой. Сейчас в текущей мете, в сложной линии, вот все матчи, опять же, которые между этими командами я смотрел, Абадон не выносил ничего. Он не имел абсолютно никаких артефактов и бегал, просто бегал, знаешь, щитки раскидывал и чуть-чуть дольше жил, чем в саппорты. Денег было мало, может быть, билды неправильные, может быть, еще что-то. Ну, вот снова берут его SG, посмотрим, как в этот раз сработает, гонять его есть с чем. Ну, дело в том, что вообще они раскрывают своего оффлейнера, наверняка Infamous доберут наиболее удобного для себя кора, который будет против Абадона стоять. Ну, Абадону тут очень простая задача, не важно, даже если у него будет один тапок, там, с лоу-рингом, со стиками символически, все равно он будет полезен именно в этом, против драфта Infamous, потому что там что есть, там, silence и там финсгрип. То есть все это можно будет снять за один щит. Ну да, с этим расчетом это действительно круто. И ОД берется Infamous, они очень часто, именно эти команды банят этого персонажа во второй стадии. Сейчас же они его добрали себе, нужно придумывать героя против ОД, таких героев, не скажу, что прям очень много, ОД практически против любого персонажа чувствует себя достаточно хорошо. И при поддержке Найт Сталкера, обеспечить ему хороший рельгейм, я думаю, не составит труда. Да и не только Найт Сталкера, там и Бэйн способен постоянно помогать. Вообще, очень активные, кстати, саппорты, и там, и там. Я уверен, перемещений по карте будет огромное количество, и зачастую у меня Найт с Абадоном либо будут стоять вдвоем при помощи саппортов против вражеских кэрри, либо вообще в одиночку останутся, это не будет сюрпризом, я уверен. Но остается в мид кого-то добрать SG, плюс какого-то кэрри, естественно. Давай смотреть, кто забанен, кто остался. Ну вот Вайпера уже не будет, не будет Дэс Профит. ССФ по-прежнему какой-то есть, но пока Луна. Луна. Луна, Шадоу Демон, все довольно-таки по старинке. И ты действительно правильно упомянул о том, что и у той, и у другой команды взяты три героя, довольно-таки активных, которые могут в гейме много-много-много драться. И спейсить, если Infamous будут спейсить для ОД, а SG постараются спейсить для Луны. Им, скорее всего, понадобится какой-нибудь активный мидер, который более-менее отстоит против ОД. Зачастую против ОД снайперы берут. Ну, это жадно. Не взлетит. Это жадно с Луной, им придется долго фармить. Ну и плюс все-таки снайпер-герой, который фармит достаточно медленно, чтобы он там не собирал. Луна-то, понятное дело, свое вынесет, если Infamous не пойдут катком там с самого начала. Она свое нафармит в затяжной игре. Снайперу немного в этом плане сложнее. Тут же ОД, наверное, побыстрее с этим справляется. Но не исключая его появление ни в коем случае, сейчас очень многие команды любят играть в два хардкерри, что только они не показывают. Сегодня, например, в финале Фнатик против TNC была Медуза плюс Террор Блейд, и они проиграли. Сами Фнатик берут того же ПЛа плюс Террор Блейда. Очень жадно, жадно, но при этом берут и выигрывают, и их это абсолютно устраивает. То есть здесь я уверен, что SG абсолютно не интересует, что у них уже есть сильный такой керри. И они могут вполне действительно уйти в еще одного, чтобы затянуть игру. И мне нравится, что вот эти две ауры у Луны плюс Вау-Вау-Вау. А куда? А кто? Про такого героя вспомнили. Это Мид Кунка. На самом деле я вот, пока ты говорил, все пыталась придумывать героя, который бы объективно хорошо против ОД стоял. И про Кунку бы я вспомнила, ну, я бы не вспомнила про Кунку, скажу честно. А действительно, Кунка против ОД очень хорошо стоит. Да, я думаю, абсолютно никто бы не вспомнил, и Морфлингом отвечает. Ну, вот это уже любопытно. Ни Морфлинга, ни Кунки в последнем финале не было у обеих команд. И как они будут использовать этих персонажей крайне любопытно. Если заглядывать в лейт-потенциал, наверное, вот этим Морфом в лейте похоронили сейчас Enfamous с SG. Ну, там, то есть, Omni Knight есть плюс ОД плюс Морф. Это три очень сильных персонажа, плюс Бейн со своим ультимейтом всегда будет актуален. Настолько ли будет актуален Кунка? Вынесет ли он свои нужные артефакты? Либо же не нафармить ничего? Это вопрос уже достаточно серьезный. Ну, будем смотреть. У нас только начало. Я уверен, что как минимум четыре карты мы сегодня посмотрим. 3-0 не будет 100%. Да, это же Best of 5 все-таки. И увидим, увидим, как будет развиваться игра. Все-таки тот же самый Морфлинг, он все-таки не тот, что был, да? После нововведений он перестал быть настолько диким сплитпушером. То есть его основная роль в чем-то поменялась. Хотя, казалось бы, ну, все равно он способен сплитить. Но у него реплики теперь немножко по-другому работает. Поэтому, да, менее эффективно. Но все равно можно купить тревела, можно стараться настаивать на сплитпуши. И тогда, мне кажется, у Энхраус есть все шансы. Потому что, по сути, у СГ, ну, нечем ловить. У них очень мало дизейблов, поэтому у Морфа появился. У них, по сути, кроме Торрента, с Крестом нет ничего. Его задержать, его остановить, его проконтролировать. Ну да, и Элдер Титан тоже в этом отношении не самый надежный герой. Да, есть какой-никакой дизейбл, но им еще нужно попасть. Это с задержкой все делается. Морфлинг всегда от подобного уходит. Ну, Инфеймос, последний пикс его действительно классно реализовали. Ну, а мы начинаем смотреть. Я думаю, по линиям самое интересное, что будут расставлять СГ. Наверняка, да. Кунка в мидл, судя по тому, что он уже себе купил сложную. Липоса пойдет на Абаддоне. Телекор сыграет на Спорт Титане четвертой позиции. Бордину будет Шаду Демоном пятеркой. Ну и, конечно, Констабл сыграет на Луне в легкой. Это что касается команды СГ. Так, ну и переходя к команде Фэмус, мы, естественно, увидим Паппету на ОД в миде. На топ прибежал Умник с тапочком. Найс Сталкер тоже с тапком. Водит качал, находится в позиции, ждет. И Бейн перемещается на бот к своему морфлингу. А там, кстати, уже в смоках находятся Титан и Абаддон. Есть у кого-то обсервер? Да. У Титана. Они вряд ли что-то смогут кого-то убить. Скорее, просто прогнать. И мои любимые вылеты в Южной Америке. Ух, сколько было разговоров в прошлой серии, в прошлом финале. Ладно, я об этом расскажу, наверное, на второй карте, когда будет много времени. О, это было что-то. Интернет плохой. И много времени, мне кажется, будет. Уже два человека отключились. О, отлично. Ну, я могу рассказать пока эту забавную историю. Но, я думаю, просто подождем, пока люди подтянутся к нам. Потому что это будет интересно услышать многим из тех, кто не видел. Поэтому пока пусть карта разгоняется. А на второй я вспомню эту историю. Это действительно было очень смешно. И мы повеселились от души. Ну, возвращаются оба. Отлично. Не совсем. А, окей. Кто-то возвращается, кто-то отлетает. Они вечно не могут сервер поделить. Перуанский или бразильский. То есть и тем и другим хочется играть на своем. А, вот. И они напоминают, видишь, ты же со смайликом, что у каждой команды есть лимит в 10 минут на паузы. Потому что тогда у нас между первой и второй картой была задержка около часа. Очень долго. Там развлекали чатик. Что происходит? У них ВПС страдает? У них... Каждый почему-то не может играть на другом сервере. Ну, то есть пинг у них подскакивает. По крайней мере, SG на перуанском лагают... Ну, не все участники команды, а точно лагают Constable. То есть самый основной — это кэри команды. Когда у тебя пинг 300, и ты играешь на кэри, это не всегда приятно. Это очень неприятно. И с таким играть, конечно, пингом практически нереально. Особенно, когда у вас решается все-таки слот на мейджор. Из-за пинга его проигрывать не хочется. По перемену отключается и подключается. Как будто реально трафик делят. Ах, ну что не так? My bad. Пишет Луна. Ну, надеюсь, все нормально у них будет. И мы все-таки посмотрим сегодня доту в первую очередь. Это, между прочим, Best of 5. Да-да-да. Если каждую карту такое будет... О-хо-хо. Ночка будет долгой. Ну, ладно, в этот раз они хотя бы пораньше начали, да? Не в 12 по Москве, как-то часто бывает. В 7 по Москве это прям по-божески для нас. Поэтому смотрим, наслаждаемся. Тем более завтра выходной. Тем более там эффект вынесли. Вегу со счетом 3-0. Вообще вперед ногами там 3 по 30. Ну, может быть, чуть подольше. Но сам факт, что это было крайне легко. LGD выиграли своих тиммейтов из LFY тоже со счетом 3-0. И вот только TNC бодались против Fnatic, но умудрились проиграть на пятой карте. Вот как раз-таки с теми Медузой и Terrorblade. Как? Непонятно. Но, тем не менее. Там Аббитс играл на тинкере. Я знаю, что они должны сделать. Что? Им нужно просто одновременно приконнектировать. Может быть, так сработает. Пока что получилось только лотовниками с морфом и Night Stalker. А мы сейчас не можем, да, посмотреть, на каком сервере они играют? К сожалению, я вначале тоже не увидел. Что там выбирали? Ну, по-честному, будет чередовать, наверное, сервера. Чтобы сначала одни сыграли карту на своем, потом вторые. Ну, в принципе, да, было бы справедливо. Неужели? Неужели мы сможем продолжить? Ну, не то чтобы продолжить. Мы вот только-только-только начали. Еще даже не произошло ничего. И да. ОД провозглашает, что они готовы. Вообще, кстати, правильно ты вначале отметила, что дизейблов мало. Да и у тех, и у других дизейблов очень мало. В стиле габлака, как любят очень часто говорить. Ну, он фэмус с кучей замедлений. Ну, разве что так, да. ОД может подцепить, там, спрятать. У нас Талкера есть Войт, есть Сайланс. И, соответственно, есть также Бэйн. Есть Аура Умника. Дежина Ру. Ну, на Умнике позицию надо, конечно, держать, а не держать за врагом и замедлять. Мне очень интересно, что Кунка будет по такой игре собирать. Будет ли это, ну, какие-то, знаешь, Шадоублейды, Дейдаусы, вот что-то такое старенькое. Да, 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 что-то такое. Просто, чтобы реально скрита, чтобы в лейте быть полезным, нужно скрита наносить очень много. Здесь будут гонять Акселя, ну, убить его, конечно, не получится. Просто прогонят и постараются забрать две руны здесь и одну руну на топе, ребята, из SG. И, судя по всему, у них может это получиться, я так понимаю. Раз-два есть, и третья тоже будет за ними. Ну, отжали. Отжали, нечем абсолютно драться. Бэйн плюс Морфлинг на первом уровне не так сильны, особенно против трех персонажей. И вот я вижу, как еще Титан, видимо, с помощью Астрал Спирита, или просто-напросто своим телом, да, согрел крипов и хочет их привести к своему Афлэйнеру. На Бадоне делают ТП Бэйн. Также Морф преграждает путь бодиблок. Немного бодиблока слип, и они избавились таким образом от проблемы. Да, очень хорошую позицию занял Аксель. Классный телепорт, и действительно, теперь опыта не досчитается. Возможно, Абадон. Хотя, с другой стороны, его пока не гоняют. Бэйн снова отступил. Я думаю, все равно Экспириенс сможет получить. Но ТП тем временем аналогичным занимается он не на это. Он вообще СМИДа, что ли, крипов увел? Нет, нет. На самом деле, это очень странная фишка. Я бы, на самом деле, попробовала бы это каким-то образом порезать, потому что... Харлэйнеры должны страдать? Им нельзя, да, отводить? Да, а плейнеры должны страдать. Вообще, просто игра сама по себе ломается, становится какой-то странной. То есть, что происходит? Это первые минуты игры. Почему крипы находятся под вышкой, а Луна начинает добивать вообще где-то под Тир-2? Что это? Это Дота? Ну, получается, что так, что делать? Да, это все-таки пока что разрабатывается. Причем вопрос... Прости, перебью тебя. Вопрос. Это разработчики делают таким образом, чтобы игроки быстренько догадались. Либо же игроки сами думают, так, все плохо, надо что-то придумывать. И находят вот такие изъяны. В механике? Мне кажется, что в большинстве случаев просто игроки... Да. Имеет высокое IQ, соображает. И находят какие-то нюансы в игре, которые можно в свою пользу использовать. Вот, допустим, еще хорошая фишка, да, допустим, если вы используете этот вот крипов из-под Тир-2, между Тир-1 и Тир-2 в начале игры, это может делать саппорт. Это нужно запоминать. Действительно, если вы любите на позиции саппорта поиграть и... Вас, знаете, как бы сейчас принято говорить, раки душат. Можно просто помочь своему тиммейту и отвести за него. Ну, вылетают два игрока, это Титан и Абадон, но это было видно, потому что я так посмотрел, Телекор стоял на хайграунде, подходил уже с Кофилд и, по сути, его сейчас можно убивать. Да, там не будет Астрала, но там уже есть готовый Войт, а потом можно бросить еще один кулдаун, не самый большой. В теории, можно даже не отпустить Телекора в этой ситуации. Другой вопрос. По-джентльменски поступят, дадут уйти. Понимают же, что игрок лагает. Интересно будет посмотреть. Ну, а у нас очередные паузы. Теперь другие вылетают. В этот раз SG. Встречайте Южная Америка. Кто не видел, тот теперь познакомится с ней. Мне нравится, на самом деле, дуэль этих двух команд. Ладно, лаги, я это все как-то переживу. Я думаю, они тоже переживут. Но... Это будет, кстати, потяжелее переживать, потому что каждая пауза очень сильно сбивает с игры. Ты такой возвращаешься, а что там было? И ты уже как-то расслабляешься, что ли. Ну, в Counter-Strike вообще можно брать тайм-ауты между раундами, там, как-то приходить в себя. Да, это, конечно, между раундами. Ты не возвращаешься, там, в стрельбу сразу же. Но сам факт. Ручки-то от клавиатуры отходят. Я уверен, да, их это бесит. Бесит это и зрителей 100%. Но что поделать. Мы здесь ничего сделать не сможем. ESL, я уверен, не хотят очередного скандала после того, что за последние дни произошло. И по максимуму будут лояльны к обеим командам. Ну, вылеты это все-таки не явка, не опоздание. Они же здесь, они же в лобби, они готовы играть. То, что там происходит с Дотой. У них есть законные 10 минут. Так что мы сидим. Да, у каждых. Я прям представляю, как админ сидит и прям отсчитывает. Так, эти три потратили, эти тоже четыре. Записывает, записывает. Ну, кстати, был уже инцидент у команды Infamous против DC южноамериканских, когда они существовали. Они просуществовали недолго, там, порядка двух месяцев. Но они были. И смысл там был в том, что Infamous вылетели на второй карте. На первой они вели. Это тоже был гранд-финал, тоже выход на LAN. Соответственно... Да, это как раз-таки вот единственный турнир, где они сыграли с SG в полуфинале. Так вот, Infamous повели 1-0 и вылетели в пятером. Никто понять не может, что происходит. Их нет 5 минут, 10 минут, 15 минут. DC ждут 20 минут. Они приходят... А нет, они вообще не возвращаются. Админы говорят, ребят, ну, еще 10 минут, и мы разрешаем вам закончить игру. 10 минут проходит, Infamous не вернулись. DC просто идут по миду и сносят трон. Окей. Игра завершилась. Но они возвращаются на третью карту, тоже с небольшим опозданием играют ее и выигрывают. Вот, как в Голливуде прям все получилось. Выиграли по итогу. Ну да, да, да. То есть вы вылетели, вы такие уже обиженные жизнью, но вы встаете на ноги, несмотря ни на что, и добываете победу. Ну вот, как фильмы с Ван Дамом или что-то подобное. Ух, как невероятно. Кровавый спорт. На стелке обнаружил Аркейн Руну. Сейчас очень жестко спамят. Первым сплом игроков SG, которые на миде находятся, именно в Кунку и Эннеса. Вот ОД был бы поближе к Телекору, сам бы поймал его, и теперь на развороте можно убить. Кого вообще будут убивать? Да никого не будут, все выживут, но все очень битые, кроме, по сути, ОД. А то ОД Лайд будет более-менее. На самом деле, крипвейв шел очень опасно. Луна почему-то уступает по крипам морфлингу. Там уже и ОМНИНАЙД шестерых успел забрать. Вот 17 на 5 против 12 на 6. Видимо, сказалось начало игры, когда между Т1 и Т2 там пытался как-то Костбол забирать крипов. И вот это отставание в пятерочку пока есть. Но тем не менее, Абаддон третий. Но вообще по дэмиджу Луна все немножко похуже, чем у перекачанного. Морфлинга его намного проще криплоу добивать. Ну это да. Может быть, он еще парочку там где-то потерял. Хотя ты знаешь, ну ты все-таки Мейн Кири, у тебя 65 атаки. Ну да, да, я тоже видел. У тебя 65 атаки, ты обязан их добивать. У тебя есть отличная аура, будет вторая аура, тогда будет еще проще. Ну ладно. Может быть, догонит еще. Да, это все в будущем. А пока я смотрю оффлейнеры. Четвертый левел Абаддон третьего уровня пока лишом Ни Найт. И уступает уже половину примерно левела, даже чуть больше. А вот Найт Сталкер и Бэйн отправляются, скорее всего, отправятся на вражескую руну за баунти. Я так думала. Я думаю, на вражескую луну они вот отправятся и могут ее там встретить на самом деле через слип. Очень потайно вот так все делают, только что активировалась ночь. И нападают, кажется, на Шаду Демна. Его должны здесь поймать. Сто процентов Бордино отсюда не должен уходить. Там, если что, будет слип. Тот пытается сделать тэп-аут, да куда ты уйдешь с подводной лодки. Это будет ферстглад, судя по всему, для Инфомес. Посмотрим, кто заберет этот фраг. Хочется, конечно, Омнику его оставить, да. Шаду Демна остается в оффлейнер у команды Инфомес, и они повели. Ну, начало положено. Бэйн уже себя довольно хорошо чувствует. Да, у меня есть фрагменты, настолько же четкие у них планы. Это вообще потрясающе, на самом деле. Вот, пока играешь на Найт Сталкере, не всегда ли сидишь? Ой, Демна совершил ошибку в миде сейчас. А здесь снизу ошибку чудовищную совершает Телекор. У меня такое чувство, что он лагает. Он снова застрял как-то между крипами. Морфлинг поймал его под воевом. И вышка еще там раза три успела выстрелить. Ну, что-то ненормальное пока с ССГ происходит. Уверен, что такую ошибку бы он не допустил в элементарнейшей ситуации. Морфлинг, соло фраг. Там ни Абадон не успел его подсевить. Это, кстати, оба игрока, которые лагали. В самом начале и вылетали. И на топе луна погибает. Втроем, ночью. Опять же, очень хорошо работает саппорта команды Инфемус. Найт Сталкер не слезает с топ-линии. Кажется, видно, здесь у Рэддиан также нигде не стоит. Вот, наверное, в сервере не наблюдается. Удар, точнее. Поэтому как раз-таки Инфемус могут в любой момент напасти на Шедеи, на Луну. И вот вынуждать даже Титана прилететь на топ. Ну, пора бы, учитывая, что ночью. И учитывая, что 2 в 3 стояли. Сейчас попробуют Акселя убить. У Акселя маны не остается. Он не может ни одной способности использовать. И урона не хватит по нему. Там, если что, он не найт сейвил. Также есть тики, есть хил, есть репел. Уйдут. 0-3 по-прежнему СГ отстают. Ну и снова вылетают. Какие-то лаги. Какие-то лаги. И, скорее всего, опять же у Титана. Потому что мы только что видели, как Шедея спрятал в Дизрапшн Бэйна, который очень сильно давил прямо поближе к вышке, да? И после этого он начал рассказ Титан через Астрал Спирит и Эхэстон. Он его кастовал, но уже в Дизрапшн прямо. То есть вообще не по таймингам не укладывался никак. Хотя, по сути, это префраг был. Так что да. Кажется, кажется, у него не все в порядке с интернетом. Ну да, те же два человека вылетают. И как в чате интересную мысль написали, я сейчас глянул. Чтобы уравнять шансы, пусть играют на китайском сервере обе команды, пусть лагают все. Но тогда мы точно пару дней будем смотреть этот финал. ESL скажет, давайте, ребят, мы всех с Южной Америки дисквалифицируем и позовем кого-нибудь с Европки или с Северной Америки. Забьем просто на Южную. Просто без Южной. По-прежнему столько разговоров ходит о том, нужно ли вообще Южной Америке давать слоты вот эти отдельные. Да нужно, конечно. Рано или поздно они будут на равных играть. И сюрпризы они все равно преподносить умеют. Вспоминаем Киев прошлогодний, где SG обыграли Сикрет очень неожиданно. И пусть играют ребята. Ну то есть они пока за баллы там не цепляются. Да многие команды за баллы не цепляются, это нормальная ситуация. Но то, что они набираются опыта, это здорово. То, что дота развивается в регионе, это тоже очень круто. Юго-Восточная Азия тоже когда-то была очень слабой, но вышла же на уровень серьезный. И теперь всегда составляет отличную конкуренцию всем остальным. У Абадона сейчас пятый левел уже будет. У него дела идут отлично, несмотря на то, что лагает. 14 крипов добил, 600 голды еще есть. Бедняга. Но они извиняются, я их прекрасно понимаю. Я это уже видел. Но тогда все это было, кстати, до старта игры. В прошлом финале, несколько дней назад, они все лагали еще в лобби. Они там перезаходили десятки раз. Что там только не было. Там такой жесточенный спор был. Я видела где-то в комментариях довольно любопытную мысль. Там написали, чтобы уравнять шансы обеих команд, нужно их просто заставить играть на китайском сервере. Обе команды. Ну вот, это я в чате только что, да, увидел. Там все, ребята уже за нас решили. Мы бы рады передать эту информацию командам. Мы даже в теории можем ее передать, но я думаю, нас пошлют куда подальше. С такими мыслями скажут, ребята, вы нормальные, там вообще нет. И в итоге пароль от лобби нам не скажут в следующий раз. И будем смотреть ДТВ. Не очень бы хотелось. Пять минут задержка. Господи, я представляю, как там горят зрители. Нас все больше и больше. Пока человек... 700 плюс. Думаю, что... Думаю, что будет побольше. Да, я просто был уверен, что мы пойдем на первый канал после того, как эффекты 3-0 вынесли в Вегу. Я думаю, о, на первый, но там тоже скоро еще один матч стартует, поэтому мы туда не пошли. Но ничего страшного. Когда народ почувствует, что здесь все круто присоединиться, я уверен. Как же долго меня это начинает самого бесить. Но терпим, все. Я не психую. Администрация фиксирует время. Пять минут пауз. Пять минут у пауз прошло уже для SG. Пять минут паузы осталось. Я надеюсь, это на карту, а не на всю серию 10 минут. Это же повесится тогда на второй. Наверное, это распространяется только на каждую карту. Иначе слишком мало, по идее. Так, как там, я просто не знаю, смотрю на кунку, 22 на 10 у него, 25 на 8 у ОД. Хорошо стоит кунка. И тайтбрингер, конечно, максит, раз он медовый. Несловно. Да. Позволяет и крипов добивать уверенно. Тебе не так сильно важна мана, интеллект и так далее. Ты спокойно стоишь, добиваешь. Старается, доминирует. Взял себе также стики. Постоянно расхорошивает кунку и астралом, и арки, и нормом. Ну, плюс-минус, мана у него хватает. Хотя вот у меня даже, несмотря на то, что я на этом герое раз макшу, да, как раз таки, ауру на ману, все равно никогда ресурсов по мане не бывает. Что делаешь, что не делаешь. Поэтому не любили, да? Как будто не 40, да, процентов шанс срабатывания? Как будто вообще шансов где-то вот приблизительно процентов 5, не больше. Ой, я тут недавно смотрел на Spirit Breaker, не помню, какая команда играла. У него каждый второй, наверное, удар вылетал баш, и там точно было не 17. Там даже, если талант прибавит на 25, это было вообще на первом левеле, там на втором, то даже с талантом бы столько не получилось, сколько у того Spirit Breaker. Такое чувство, знаешь, как накопил энергию, когда его не пикали, не пикали там месяц практически никто. И потом выплюснул на соперника полностью все свои станы нон-стоп. Липоса возвращается. Ну, слава богу, я надеюсь, что навсегда, надолго, хотя бы часиков на 5, потому что примерно столько эта серия продлится. Или около того. Я только что увидела кое-что. Здесь стоял Кунка, он посадил себя на крест. И планировал, видимо, с ТП Шиценоблазу похилиться. И что ты думаешь, произошло? Он нажал на себя Эксмарку, и ему не хватило мана на ТП. И он просто такой, ладно, отменил и побежал на Шрайн. Ну, раз Шрайн есть, то можно и его использовать. Морфинг возвращается на нижнюю линию. 37-11 его Крипстат. 29 на 13 у Луны. Небольшое отставание у нее есть, но не забываем про 3 фрага в пользу Инфамас. И один из фрагов именно Морфинг себе забрал снизу. Он теперь спокойно стоит и дальше, судя по всему, будет Линку собирать какой-то. Потому что вот обозначает себе уже и Кольцо, и Войтстоун. А на ТОПе снова какой-то мини-экшен происходил. Полторы минуты до конца ночи. Важно не умирать сейчас из Джи. Потому что если погибнут... Там могут погибнуть, но конца была... Нет, нападения не будет. Войтдом просто прогнали. Там, я так понимаю, рейндроп есть. Конца не очень неприятно, благо у него захило очень много с собой. Есть также стики. Хотя он вот не стесняется, почему-то под префикейшн постоянно подставляется. А за ним следует Войт. Вот так вот Луну под вышку загоняет. Добивать мешает. Поэтому, возможно, с Джей есть смысл навязать какую-то драку и сделать фраги вот втроем, если получится. Или кулку даже засуманить. Но кулка вроде очень занятая. Я думал, день будут ждать для этого. Но пока нападают, ну ужасно. Там Тиоликор ставил. Он очень далеко находился. Вот он не на этом. Не мог он его цепануть. И тем самым, может быть, с Кофилда тогда получится огромное количество урона у Тиоликора. Было после того, как дух к нему вернулся. Не, ну вот это ненормально. То, что Морфлинг убивает соло Абадона. И при этом не теряя ни одной единицы. Нет, убивать не должен. Гонять, пожалуйста. Просто с лини. Ну убивать-то зачем его? Уверен, что по-прежнему не все в порядке с интернетом. У бедняги Абадона. Ну прям жалко. Может быть с интернетом тоже непорядок. С другой стороны, у Абадона все это время шестого не было. У Морфа, в свою очередь, практически девятый левел. У него как бы 150 с руки. Крупный мувспид. Есть ПТ, есть Аквивы, масса артефактов. Поэтому Абадона он совершенно свободно убивает. Там шаг влево, шаг вправо. И тебя с вейва сносит. Несмотря на Аплатэкшу. Он еще и по две руны забирает уже не в первый раз этот Морфлинг. Действительно, я думаю, если Нетфорс я сейчас покажу, то да, там практически кратное преимущество относительно Луны. 4500 против 3000 у кэри команды SG. Ну, разрыв, конечно, колоссальный. В полтора раза пока опережает. И это только начало у Морфа. Старт, конечно, суперкрутой. 2-0-0 его статистика. Ну и крипов добил больше всех на карте. На миде. Попита под хостой. Будут пытаться цеплять его. Но тот прячет себя. Поэтому на торрент... А нет, был торрент. Еще оставался. И попадает. Хорошо. Может быть, будет первый фраг для команды SG. Но очень плотненький уже ОД. 300 хп целых остается. Без маны был кунка. И спокойно ОД уходит. Прям совсем не получается ничего в данный момент у ребят из SG. Может быть, на топе тогда забрать Стрейнджера. Да. Вот он первый фраг. И Луна его забирает. Ну, хотя бы так. Да, удалось докастовать Эфестом. Прерывать ТП Омнинайта. Более того, Омник сейчас будет долго-долго возвращаться к себе на линию. Потому как Свиток потратил. В общем-то, здорово сыграно. Хотя бы где-то фраг оформлен. Еще стал 4-1. Открыли для себя его SG. Да, проблемно, проблемно. По графикам полторы тысячи выигрывают. Продолжай мысль свою. Да, я просто рассматривала Луна. У саппортов от Шедо Демон. Мне казалось, что SG у саппортов именно проблемы. Проблемы с левелом. С чем-то еще. Но вот я вижу, что Титан практически пятый. И у ШД тоже. В свою очередь у Бэйна четвертый. И у Найт Сталкера тоже четвертый. То есть они больше роумили, больше теряли время. И делали акцент на фрагах. А вот что наиболее выгодно, это еще загадка. Главное, SG на самом деле стакать лес. Если они будут этим заниматься, то Луна доберет все, чего ей не хватало. Ну что, попытка выйти на морфлинга в смоках, судя по всему, Кунка левел 8, есть у всех абсолютно все. Ультимейт Луны также готов. Как убивать этого морфа, не совсем ясно. И Абадон тоже в ту сторону выдвигается. Но вот ему-то точно рисковать не стоит. Он на седьмом левеле по-прежнему ультимейт не вкачал. Если что, это довольно любопытно. Морф уже 11-го. Немного перекачался в силу. 1200 практически хп, но будут пытаться цеплять именно его. Хорошо, торрент подкинут. Дальше что? Есть эклипс, он уходит. Ну, чудовищно плохой ганг. К сожалению, для SG они слишком много времени потратили, Слишком много ультимейтов потратили и не вынесли абсолютно ничего. Отсутствие дизейблов. Там был план, вроде, или что-то вроде плана. Дизрапшн, торрент, потом на X-Mark возвращаете. И весь каст Эклипса должен, по идее, был войти в морфа. Но не сегодня. Сегодня мы смотрим Южную Америку. Вот из-за таких мувов начинается вот эта вот Южная Америка. Хотя тут очень много, на самом деле, годных исполняющих игроков. Может быть, просто это на фоне их региона? Не знаю. Всегда перед глазами всплывает SG, которые Сикрет уделали, и этого никто не ожидал. Тогда Сикрет, может быть, не так были хороши. А здесь, тем временем, нападение на Бэйна. У того, все в кулдаунах. И хочется ударить, да. Дождался Тайт Брингера. Зарабатывает Фодиэр себе фраг. И это второе убийство. Ну, если толпой не получается, то хотя бы в соло справляется. Но что делать с этим морфом? Насколько же крутой ласт пик, как мы сейчас понимаем. Именно морфлинг был. 1700 золота есть еще там. Линка такими темпами в минутик 14 уже будет готова. И с Линкой его не убить будет от слова совсем. Там только, знаешь, в открытом бою, когда уже все будут на слотах, Луна ручками-ручками там будет драться, убивать всю команду. Может быть, и морф где-то подставится. Других способов я просто пока не вижу, как его будут убивать. Мидгейм будет абсолютно за ним. Ну... В лунте времени появляется Маднес. Находится она в районе вражеского леса. Все, она там зачищает. Причем есть шадо-демон, который ворует уни-экспо. Но она ему нужна. Поэтому приходится. Кто как может, так и получает. Зарабатывает экспириенс. То есть там, кстати, шестой уже имеется. И можно будет попробовать со смоками что-нибудь где-нибудь сделать. Он, кстати, самый богатый пока на карте из саппортов. Я так смотрю. Да и... Шадоу-демон опережает Бэйну. Саппортов-то все неплохо. Коры отстают довольно серьезно. Я... Ну, в первую очередь отставание даже не Луны от Морфа. Там-то все понятно. Отставание Абадона. Вот Омни Найта. Там тоже почти две тысячи. А что Омни к себе взял? А Мидас он себе взял. А дальше может взять себе еще и талантик, да? Но голду. И вырвется вперед. Абадон такими талантами, к сожалению, похвастаться не может. И пока Мидас он не планирует себе брать. Хотя мне нравятся Абадоны с Мидасами. Вот эти с Рейдиансами. Которые дэмэджа много вносит. Посмотри просто, что делает Морфлинг с Телликором. Уничтожает его в одиночку. Просто встретил. Мимо проходил, как говорится. Можете себе позволить, на самом деле, так агрессировать? Он на топе уже находится около середовышки. На 13-й минуте около 3-х минут. Он просто здесь прохлаждается. Постоянно толкает линию. Вычищает также и лес поблизости. В общем-то, у него все прекрасно. И когда вражеский кэрри настолько сильно наглеет. Ну, знаешь, как-то уже это и на нервы может начать давить. Да, и это, и то, что лагают. Кунка тренирует, делает ТП. Пора с ним что-то с этим Морфом сделать. А просто прогнать разве что могут. Вот сейчас с OSG игра строится таким образом, что им нужно исключительно играть от защиты, терпеть и вообще никуда не лезть в эти ганги. Да, возможно, с Кунка и Шадоу Демоном хочется бегать убивать. Но тогда нужно доджить драки с Морфом. Убивать всех остальных. Стараться подорвать их экономику. Им времени не давать на фарм. Потому что с Морфом вы уже не сделаете ничего. Но там еще и ОД потерялся, когда он в последний раз на карту выходил. Он тоже стоит где-то в лесах. Никто знать не знает, где он находится. И он реально бесит этот Морф. Посмотри, сколько у него денег. Он Линку купит уже. Уже купил. Как раз 14 минут. Никак не прогнать реальный персонаж. Просто нету контроля никакого. Мне на самом деле казалось, что ОД должен постоянно, регулярно на миде погибать. То есть есть Шадоу Демон, есть Кунка плюс Титан. Приходите убивать? Приходите убивать. А там Луну гнобили. Ну да. Приходилось ее защищать. Если бы Луна там нормально стояла. Если бы хотя бы один на один стояла, я думаю, наверное, так бы и делали. Но тут сам соперник их поставил в такие условия. Ну, Infamous играют на порядок сейчас лучше. Может быть, лаги. Может быть, ну и пик, понятное дело. Вот этот Морфлинг последний. На многое повлияли. Просто 4000 на 15 на минуте. Ну, более чем достойная цифра. Скофилд сверху заходит. Саленс дает по Кунке. Если Кунку убить первым, то это будет совсем неприятно. Кунка пока отступает. Прячет, я так понимаю, Титана. Луна ульт. Но ультимейт практически ноль дэмэджа наносит. И убивают и ее, и также Элдер Титана. Кунка отдает свой корабль. Но корабль тоже ни к чему хорошему не приводит. Защитить не получилось. Абадон еле живой. Он снова без ультимейта. На восьмом уровне. Я такого не видел давно. Это нормальная вообще ситуация? Ну, в целом, может быть и нормальная. А почему? Может быть. Он решил замоксить себя после шилд. Видимо, вот так вот он мне и фармить. Так на седьмом бы он был уже. Почему он не вкачал на восьмом? А с другой стороны... Без понятия. На самом деле, без понятия. Вот он мог бы пойти в драку. Войти в драку с ультимативной игрой Таймон. Да? И хотя бы вот там ковывать хоть что-то. А так он просто бегает на пузах. Старается развешивать шилды. И так-то и не подходит даже в драку. Более того, я была уверена, что если Infamous задавят на хайграунд, а у SG была такая возможность раздразнить оппоненты и заманить туда, то можно было около шрайна уже развернуть драку. Но они почему-то побежали сами, побежали с эклипсом, и Омнику хватило всего лишь одной кнопки, чтобы остановить всю атаку SG. Он нажал репл на исталкера и спас свою жизнь. Я все равно продолжаю смотреть на Абаддона. У него вложено шесть скиллпоинтов. Правильно? Шесть. Из восьми. Еще два. Ну то есть... Ну вот, он погиб. Что происходит? Почему он не качает ультимейт? Почему он не вкачал там, я не знаю, курсоваверну с двоечку, что угодно? У него же два скиллпоинта готовых. Сейчас третий будет на девятом левеле. Это новая мета какая-то. Может быть, вылагал, а поэтому не вкачал? Настолько, что ли, что пропала кнопочка в качать способности? Ну можно через ход кей там попробовать. Я не знаю, ну хоть как-то. Ну это же совсем бредово смотрится. Может быть, тиммейты поиздевались. Посмотри, посмотри, что творит. Да-да-да, я вижу, что демон успел только оставить на демонтину и сразу же отлетел в таверну. Там буквально три хита от морфа хватило. Я думаю, чтобы SG сильно не нервничали, им нужно хоть сейчас уже сдаваться, но это не выигрывается абсолютно. Мне кажется, нужно просто идти next. Я думаю, им надо пойти отдохнуть пять минут, обсудить. Я как раз ко второй карте приготовлю ту самую замечательную историю, расскажу, почему уже все такое может происходить. Да, я уже тоже хочу послушать. Ты меня заинтриговал с самого начала? Я пыталась тебя развести, чтобы ты мне рассказал, зрителям в том числе. Нет-нет-нет. Сейчас я дождусь, там вот у нас 800 человек, нормально. И мы обязательно посмотрим. Итак, Липоса снизу будет покупать себе... Что? Будет покупать он себе Мидас, конечно. Ну как конечно, это так уже, знаешь. Лишь бы что-то собрать. Здесь тем временем тебя Ликор. Очередной раз погибает, шедовремон тоже отсюда вряд ли уйдет. Микитсик, это морф, более того, с линкой и под репелом. Вот что ему сделать? Просто ничего не сделать. Он срагел также и у Бэйна. Брэйдсап замакшен. Ты меня, конечно, прости, но у него почти десятый левел. Либо у меня дота лагает, и я не вижу, что он что-то вкачал. Но я не видел, чтобы активировался ультимейт. Либо у него дота лагает. Либо они уже сдались и просто доигрывают. Ну так же не бывает. Ну вот десятый уровень. Левел 10. Талант сейчас возьмет. Не берет талант. 4 скиллпоинта. Какого черта происходит вообще в этой доте? Либо сжифору им дают. Я взял себе таланта. 20 экспириенсов. Хорошо, а дальше что? Талант взял. Где еще 3 скиллпоинта? Спрятал. Ну так же не бывает. Это же абсурд какой-то. Первый раз в жизни такое я вижу. Ну ладно, там, знаешь, не качают что-нибудь. Ну, в начале. Или на какой-то минуте определенной. Когда та или иная способность могут понадобиться. Ну ультимейт-то тебе точно понадобится. Ты шабадон. Это как на Энигме там или на Тайтхантере ульт не вкачать. Я не знаю. Это не поддается вообще объяснению. Это капитан команды, я напомню. Тут окружают. Тут окружают либо абадона, либо будут заходить поглубже во вражеские леса. Нет, сворачивают. Не сворачивают исключительно аксель, потому что у него есть обсерверы, и он уже хочет их поставить. Более того, он находится в инвизе. И не палится. Блин, скажи, что у тебя тоже нет ультимейта у него. У меня такое чувство, что у меня какое-то, знаешь, галлюцинации, паранойя, но я реально... Нет, у меня у абадона 11. 11 левел. 1-4-1 плюс талант, правильно? Раскачка 1-4-1. Талант. Появилась ульта. Вау. Вот только что. Нажалось, знаешь, он ее нажал на шестом, только сейчас сработало. Убиваете временем кунку. Можно дальше продолжать. Попробовать также убить Бордина. Там команда рядом подтягивается. Умни-найт, если что, спасет. Вешает репел. 17-го левела, Мор. Он вообще чудовище какое-то. Уже с Этериал Блейдом на 20-й минуте. Пытается сделать тэпаут, что демол у него это получается. Там иллюзии Марфа чуть не убили. Умни-найта. Никуда ультимейт от Титана. Да. Аксель цепляет абадона. А ультимейт сработал. Но не спасло это его. Минус 3-13 тысяч. Тут уже делом техники будет довести эту карту до победы. Очень странно прокомментировать происходящее. Нужно сосредоточиться на зданиях. Почему-то Эмфэмус принимает драку во вражеском лесу. С чего бы вообще это могло начаться. Ну вот, пока что это перетягивается на Рошана. Будет забран Рошан. Будут забраны все внешние ТВРа. Но, правда, к заходу на хайграунда Икс уже закончится. Может быть, нужно попытаться попробовать после терпловышки в миде сразу идти на ТГ. Что-то в сторону. Да, по сути, да. Что им еще делать на этой карте? Там морф уже просто нереальный. Там уже Этериал Блейд или НК. Вообще, артефакты так открываю. Сверху так много всего, знаешь, на F5 жмешь. А снизу, ну вот укунки армлет. Хорошо. А, сдались. Все, все, все. Увидел. Сдались. Поняли, что нечего тут ловить. Ну, я очень надеюсь, что СЖ сейчас разберутся со своими лагами. Я как раз расскажу историю в начале второй карты. И расскажу про способ, которым они могут пофиксить эти лаги. Потому что они так уже делали. И, кстати, после этого выигрывали карту следом. А у нас 1-0. Инфоимос вообще без шансов обыгрывает СЖ на первой карте. Как будто и не было соперника. Либо люди просто первый раз в доту зашли. Не знаю. Я все-таки буду считавать именно на лобби. Я думаю, обе команды могут показать нам яркий, интересный матч. А получится ли у них, мы, наверное, узнаем чуть-чуть позднее. Да, никуда не приключайтесь. Мы вернемся на карту под номером 2. И пока у нас небольшая пауза. Я думаю, в районе 5 минут. Хотя, кто знает, может она и затянется в связи с происходящим. Но, в любом случае, не приключайтесь. Будет интересно. Продолжение следует...